На смену зиме, похоже, все-таки пришла весна, запоздалая с дождями и наводнениями. Реки начали освобождаться от льда, и в некоторых из них уровень воды поднимается с каждым часом. Тонны быстро тающего снега могут доставить немало проблем жителям Чувашия. Опасаются специалисты и за памятники, которые могут быть повреждены грунтовыми водами. Парк Победы в столице республики наиболее крупный в городе и потенциально оползнеопасный. Поэтому и работа здесь проводится серьезная. На сегодняшний день никакой опасности для монумента не существует, говорят специалисты. Склон абсолютно устойчив, все поверхностные и грунтовые воды отводятся. Еще один важный объект осмотра – памятник матери-покровительницы. Вокруг него ходит немало слухов о том, что прочность монумента далека от идеальной. Специалисты твердят об обратном. Они утверждают, что конструкция монумента матери абсолютно устойчива. Правда, срок 10 лет дает о себе знать. В 2013 году на проведение ремонтных и профилактических работ администрация города выделила 4 миллиона рублей. В настоящее время проводится, разрабатывается расчет усилий натяжения тросовой конструкции. Потом будет проведена ревизия натяжных устройств. На третьем этапе приглашаем специалистов с Волгограда. Они разработают проект и проведут монтаж устройств контроля за натяжением тросовой конструкции. Еще один бессменный спутник весны – паводок. Но и тут все под контролем, говорят представители власти. Переменчивая погода может ухудшить ситуацию. Но план работы противопаводковой комиссии утвержден и будет выполнен. Со 2 апреля у нас начался ежедневный мониторинг ситуации таких мест, как водонасосных станций Заволжья, низменных окрестностей города Чебоксары, а также мостовых переходов. В тех местах, где по многолетним наблюдениям может возникнуть чрезвычайная ситуация. В целом ситуация в Чебоксарах стабильная. Все под контролем, отмечают специалисты. За возможные неблагоприятные последствия весеннего половодья жителям города беспокоиться не стоит. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.